Твоё государство решает твои вопросы. Вопросы твоей пенсии, как ты будешь жить, когда ты станешь старым. Если ты станешь инвалидом, что ты будешь, как ты будешь жить. Но когда у тебя вот это приёмное государство, наподобие России, для которого ты всегда неродной ребёнок, ты там всегда остаёшься неродной, ты понимаешь в этой семье, что ты неродной. Я прошу Аллаха, чтобы он дал каждому ребёнку этого родного отца эту опору, эту крепость, чтобы у этого ребёнка как можно дольше за его спиной был этот отец, насколько это возможно. И чтобы у каждого гражданина, у каждого чеченца за спиной было вот это вот свое родное чеченское государство. Дмитрий Андрей Лондур, а я не хочу, чтобы за моей спиной стоял отец, который обзывает меня обезьяной, чуркой и так далее. Мне на бот обратной связи прислали вопрос, я его зачитаю. Привет, Тумсо, меня зовут Владислав. Давно смотрю тебя, считаю тебя в целом здравомыслящим и полезным для общества человеком, согласен с большинством твоих взглядов. Но мне непонятен один момент. Когда тебя спрашивают про свободу и независимость для Чечни от России, зачем она вам? Ты отвечаешь, что это базовое право человека и или народа, что люди должны к этому стремиться, что вы 400 лет за свободу боретесь, но все это не ответ на вопрос. Рассуждаешь про свой чеченский паспорт, про посольство в других странах, все это не дает четкого ответа на вопрос, зачем вам свобода. Ведь можно иметь широкую автономию внутри России, иметь право на собственный уголовный кодекс, судебную систему, соответствующую исламу. Как в США, например, в разных штатах разные законы. То есть при условии, что Россия становится реальной федерацией, то все эти моменты решаются в рамках единого государства. Да, тогда у вас не будет своих чеченских паспортов и своих посольств, но будут вместо них российские. Если они выполняют все те же функции, то в чем проблема? Я понимаю, ты можешь просто сказать, что вот я мыслю по-арабски, а ты человек свободный, поэтому, мол, ты не понимаешь. Но Тумсо, я прошу тебя дать развернутое объяснение этому вашему стремлению к независимости. Объясни это своими чувствами. Объясни, что тебе даст свобода такого, что ты не получишь в рамках широкой автономии в РФ. Почему ты предпочитаешь быть гражданином маленькой чечении вместо большой России? Я, Владислав, не буду говорить тебе, что ты мыслишь по-арабски, а я свободный человек, поэтому тебе не понять. Я дам, иншаллано, это развернутый ответ. Дело в том, что я получил этот вопрос от Владислава, это было на днях, и после того, как я получил этот вопрос, я совершенно случайно посмотрел интервью одного российского, ну одного комика, уже в принципе не российского. И он в своем интервью рассуждал по поводу своего отца, об отношениях. Он, отец у него умер, и, в общем, эмоционально он так говорил про своего отца, и это натолкнуло меня на размышления про своего отца. Я тоже потерял своего отца, когда был подростком. И, в общем, это каким-то непонятным образом пересеклись вот эти вот, эти мои размышления про отца и вопрос Владислава. Поэтому я, так как сам Владислав написал в своем вопросе, попросил меня объяснить это своими чувствами, я впервые, наверное, попытаюсь действительно объяснить стремление народа к свободе какими-то своими личными чувствами. На примере отца. Вот смотри, Владислав, отец для ребенка, для любого ребенка, отец – это некая крепость. Это такой человек, который при любом раскладе, что бы ты в этой жизни ни сделал, что бы тебя ни постигло, какие бы проблемы, происшествия, что бы ни случилось, когда у тебя есть отец, ты знаешь, что ты придешь, прибежишь, приползешь к своему отцу, и он все вопросы решит. Любые проблемы, которые тебя постигли в жизни, он знает, как их решить. У тебя есть вот эта уверенность в своем отце. Твой отец для тебя – это такой тип, который знает, как решить любые вопросы. У него есть ключи к любым дверям. Вот так вот воспитывается, с такой уверенностью воспитывается любой ребенок. То есть отец для тебя – это не просто какой-то человек, это не просто родственник твоей жизни. Отец для тебя – это крепость, это твоя крепость. Вот подобным, нечто подобное – это и страна, это твое государство. Твое государство – это твой отец. Твоя страна – это твоя крепость. Когда тебя постигают какие-то проблемы, ты приходишь к своему отцу, и ты знаешь, что у него точно есть решение этих проблем. Вот точно так же для народа и страна этого народа является вот таким вот отцом, который знает, как решить любые проблемы этого народа. Я, как ты просил, объясняю это чувствами, Владислав. Обрати внимание. Когда у какого-то гражданина возникают проблемы в каких-то третьих государствах вообще, вот где-нибудь в этом мире, он приходит в посольство своего государства с полной уверенностью того, что это посольство решит все его проблемы. Это когда у тебя твоя родная страна. То есть вот это посольство – это как вот твой родной отец, понимаешь? Как ты приходишь к родному отцу со своими проблемами для того, чтобы он их решил. Так же гражданин приходит в свое родное посольство, родной своей страны, для того, чтобы решить любые проблемы. Человек, гражданин какой-то страны, он знает, вот, например, гражданин Америки, он знает, что если его посадят в Россию по беспределу, он знает, что американское государство, правительство будет решать его вопрос, будет добиваться его освобождения. И они его обменяют, они найдут какие-то иные механизмы, но они его освободят, если этот человек по беспределу посажен. И мы видели с вами много таких примеров. Вот это и является таким примером крепости за спиной этого гражданина. Теперь ты можешь сказать, но такой крепостью ведь может быть в целом и Россия. Почему для чеченца такой крепостью должна быть именно Чечения? А вот тут я опять-таки приведу аналогию. Это как родной отец и какой-то родственник там или приемный там какой-то. То есть может ли чужой человек заменить тебе родного отца? Ну в каких-то редких случаях возможно такое возможно. Я не исключаю, что может быть будет очень хороший такой человек, который реально заменит отца. Но это очень редкие случаи. В основном родного отца или родную мать не могут заменить никакие иные люди. И в целом весь этот мир согласен с тем, что для ребенка, допустим, его родные родители, они всегда лучше, чем какие-нибудь иные. Иначе бы государство исходили бы из соображений. Например, вот если ты скажешь, что, допустим, лучше, чем иметь родного бедного, например, отца или немощного, лучше иметь какого-нибудь приемного отчима, но с возможностями. То есть быть как в некой большой, допустим, семье с возможностями, чем быть маленькой, бедной семье, но родной. Но если бы это правило работало, то государство в целом подходили бы к этому вопросу так. В не очень обеспеченной семье родился ребенок, лучше его оттуда изъять и отдать его в какую-нибудь обеспеченную большую семью. Но нет, все понимают, психологи там, все понимают, что для ребенка нет ничего лучше, чем его родные родители. Конечно, есть какие-то исключительные единичные случаи, когда там родители с головой, допустим, не дружат, насилие в семье и так далее, мы не рассматриваем какие-то исключительные вещи, но в целом правила таковы. Вот здесь вот то же самое, вот это вот общая российская семья, в которую ты хочешь нас, чтобы мы были в ней, да, как в качестве автономии, для нас это как замена родного родителя на приемного, на отчима. И будет ли он таким же хорошим? Ну, может быть, понимаешь, может быть, вот этот один какой-то будет, но это для нас очень большие риски. Но зато мы знаем точно, что родной будет для нас любимым, любящим отцом. Если объяснять это на чувствах, то вот они чувства, вот как мы это чувствуем. Мы это чувствуем так же, как ребенок чувствует вот эту вот защиту своего отца, как он нуждается в этой защите своего отца. Человек, потерявший отца, те, кто в младенчестве потеряли, может быть, этого не ощутят, но, допустим, потерявший своего отца в подростковом возрасте или будучи взрослыми, эти люди прекрасно понимают утрату, которую они понесли, когда отца не становится. Вот это вот ощущение, что ты остался вообще без защиты, без вот этой вот крепости, человека, который всегда где-то был, то есть он мог быть даже нездоров, у него физически какой-то, может быть, он не сильный инвалид, может быть, у тебя отец, но пока он есть, ты чувствуешь какую-то, необъяснимую силу за тобой, потому что ты знаешь, что вот у него есть решение всех проблем, любых твоих вопросов, ты чувствуешь себя защищенным. Когда ты теряешь своего отца, у тебя появляется вот это чувство абсолютной незащищенности, как будто бы ты голый и остался во всем этом мире, у тебя нет ничего больше, ты должен все теперь делать сам. Когда у тебя есть отец, у тебя не болит по этому поводу голова, ты вообще не думаешь о вопросах там постройки дома, покупки квартиры, что ты будешь делать, как ты будешь жить, у тебя нет этих вот проблем, потому что все эти проблемы, ты их скинул от своего отца, ты знаешь, что он их решит, ты знаешь, что он об этом уже позаботился. Это может быть, опять-таки, есть какие-то единичные случаи, где не так, где отцы какие-то не такие, но в большинстве, в подавляющем большинстве это так. Этот отец решает все эти вопросы. Вот точно так же и с государством. Твое государство решает твои вопросы. Вопросы твоей пенсии, как ты будешь жить, когда ты станешь старым, если ты станешь инвалидом, что ты будешь, как ты будешь жить, как вопросы предоставления тебе жилья и так далее. Все эти вопросы ты знаешь, когда у тебя есть государство, что оно решило. Но когда у тебя вот это приемное государство, наподобие России, для которого ты всегда неродной ребенок, в большинстве семей, где ты приемный, где ты неродной, ты там всегда остаешься неродной. Ты понимаешь в этой семье, что ты неродной. Вот у нас такая же ситуация. Мы не хотим быть неродными в этой какой-то большой семье. То есть сейчас даже если я опущу все эти моменты противостояния, вражды, там 400 лет борьбы, если это все убрать, чисто вот чувствами это объяснить, убрав там чувства ненависти и так далее, то вот они чувства. Мы хотим быть родными в собственной семье, мы хотим быть родными в собственном государстве. Мы хотим иметь свое родное государство, и чтобы это государство считало нас у себя родными. Вот они чувства, которые мы испытываем по этому поводу. И, увы, ни в одной приемной семье и ни в одном приемном государстве мы никогда не почувствуем себя родными. И ни один гражданин России, который не является коренным каким-то... Я просто не хочу переходить на какие-то националистические какие-то темы, да, наносить вот эту рознь, поэтому пытаюсь как-то обтекаемо говорить. Вот граждане, которые не принадлежат к этому основному народу России, они не чувствуют себя родными в этой стране, они всегда чувствуют себя приемными. Это ощущается вообще на всех уровнях. Вот это то, чего мы не хотим, мы не хотим этого чувствовать. Мы хотим чувствовать себя в своем государстве родными. Так же, как и ребенок хочет чувствовать себя в своей семье родным человеком. И хочет иметь вот этого родного отца, вот эту родную опору за своей спиной, которая решит все вопросы. Так же каждый гражданин, каждый чеченец хочет иметь за своей спиной вот это вот государство чеченское, которое будет решать все проблемы и все вопросы этого гражданина. Я прошу Аллаха, чтобы он дал каждому ребенку этого родного отца эту опору, эту крепость, чтобы у этого ребенка как можно дольше за его спиной был этот отец, насколько это возможно. И чтобы у каждого гражданина, у каждого чеченца за спиной было вот это вот свое родное чеченское государство. Мощно я профилософствовал, да? Это было, сколько там, 10-15 минут философии на канале Тумсова-Дурахманова. Дмитрий Андрей Лондур, а я не хочу, чтобы за моей спиной стоял отец, который обзывает меня обезьяной, чуркой и так далее. Нет, вы знаете, смотри, обзывания, то, что ты говоришь, это какие-то бытовые такие моменты. А на это тебе скажут, ну что, сравниваешь то, что там на улице, какой-то быт и вопросы государства. Здесь есть вот это понимание, четкое понимание того, что ты не родной на уровне государственной, понимаете? Когда ты сталкиваешься с каким-то оформлением документов, например. Во многих государственных органах ты сталкиваешься с этими вопросами. А особенно ты с этим сталкиваешься за пределами России. Вы думаете, вот пойдешь ты в посольство России, допустим, какой-нибудь там условный дагестанец, чеченец пойдет в посольство России. Вы думаете, он приходит туда и чувствует вот эту вот опору в виде этого посольства России? Ну, конечно, нет. Конечно, не чувствует. Когда чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, ингуши возвращаются, например, из-за границы в Россию. И когда российские погранцы их там начинают просто жестко шмонать, вопросы задавать. Вы думаете, и ты понимаешь, вот тут ты прилетел, допустим, скажем, из Турции, например, прилетел в Россию. И ты видишь, как весь этот самолет прилетевший, люди не кавказцы, давайте опять не буду уточнять, да, не кавказцы, допустим, свободно уже прошли, уже дома чай пьют, а ты стоишь, тебя там погранцы полностью шмонают, пробивают, что ты там делал и так далее. Понимаете, ты на вот этом уровне, это уже не уровень бытовой, это государственный подход. Вот ты чувствуешь, что ты неродной, тебе даже не пытаются перед тобой играть там, сделать так, чтобы ты, чтобы как-то завуалировать вот этот момент, чтобы ты там почувствовал, чтобы ты наоборот не почувствовал, что ты неродной. Даже не пытаются это делать, тебе наоборот всем своим видом ясно дают понять. Чувак, ты не забывай, кто ты, ты не забывай, что ты неродной. Вот это вот отношение, которое, к сожалению, оно будет, опять-таки сейчас спросят, а возможно, чтобы такого не было? Возможно, да, может же быть такое, что в государстве придет какое-то правительство, которое вот все это уравняет, у них там все будет круто. Да, но это будет до первого проигрыша этого правительства, этой партии. Все, придут на замену другие и опять начнется то же самое, понимаете, что это для вот таких вот народов. А в своем родном государстве тебе ничего подобного не угрожает, потому что кто бы ни пришел там к власти, они все будут тебе родными. Хорошие они, плохие, они часть тебя, часть твоего народа. И никуда, ни им от тебя никуда не деться, ни тебе от них никуда не деться. Поэтому вопрос вот этого, вопрос того, что ты неродной, он сразу же здесь отпадает.